Привет, с тобой DarkX! Настало время поговорить о главном секрете обновления 3.4.1 в Mortal Kombat Mobile. Эти изменения скрывают разработчики и не замечают игроки. Речь пойдет о духе Кенши и удалении персонажей в Mortal Kombat Mobile. Ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик. А продолжим мы после рекламы сайта DarkGold. Приятного просмотра! Хочешь много душ? Заходи на DarkGold. Здесь ты сможешь приобрести души для Android и iOS по самым низким ценам и с гарантированными подарками. Также на сайте можно купить аккаунт очень выгодно. А по промокоду DarkXBonus ты получишь 500 душ в подарок к любому заказу. Ссылка на сайт и мой промокод на бонус в описании. Добро пожаловать обратно в Mortal Kombat Mobile. Ну и как я уже сказал, тема ролика главный секрет обновления 3.4.1. А что это значит? А это значит то, что в обновлении 3.4.1, то есть вот в последнем обновлении у нас сейчас в версии игры 3.4.1, разработчики удалили духа Кенши, а это был скрытый персонаж, который по совместительству являлся еще лучшей алмазкой игры. Я об этом тоже в ролике расскажу. И также удалили еще некоторых боссов. Реально просто персонажей поудаляли в обновлении 3.4.1 и никто этого не заметил. Хотя, казалось бы, есть дохрена людей, которые с помощью различных программ постоянно залазят и чекают файлы игры, как только добавляют какого-то нового персонажа, новый набор, новое снаряжение. Но когда разработчики удаляют кучу старых персонажей, этого никто кроме меня не заметил. Так что сейчас прямо на экран вывожу сразу информацию по духу Кенши, объясняю все, а потом еще о других персонажах, которых разработчики удалили в обновлении 3.4.1. И, кстати, абсолютно молча и ничего они нам не сказали. Могли бы где-то написать, что удалили там старых боссов, удалили там алмазку. Нет, молча, спокойно. И они считают нам неинтересно, хотя это не так. Так, ну напиши в комментариях, вот тебе интересна такая информация, вот если разработчики что-то скрывают в обновлении, тебе интересно это знать или нет? Так, теперь, значит, насчет духа Кенши. Вот, скриншотик. Объясняю насчет скриншотов, значит, и насчет духа Кенши. Дух Кенши появился давным-давно еще в Mortal Kombat X Mobile, как только добавили в игру испытания на Ронина Кенши. Вот, там в конце испытания, конечно же, был босс Ронин Кенши. И там было, значит, такое условие, что иногда этот босс может пропадать, а вместо его бой заходит дух Кенши, которого невозможно убить. И вот, значит, то есть это, ну, был как бы практически босс. В Mortal Kombat X Mobile еще дух Кенши был золотым персонажем, но скрытым, так как Ронин Кенши являлся тоже золотым персонажем. В версии примерно 1.21, может, даже раньше, игроки различные взламывали игру и получали себе в коллекции духа Кенши навсегда на аккаунт, а фишка заключалась в том, что этого персонажа абсолютно невозможно никак убить. Ну, потом разработчики примерно в версии 2.0 всех людей перебанили, но дух Кенши-то в игре и остался. И вот, значит, я объясняю насчет скриншотов. В ноябре 2020 года, это был уже Mortal Kombat Mobile в версии 3.0, на этот момент дух Кенши находился в игре, я успел за него поиграть с помощью различных приложений, значит, наделать скриншотиков и точно посмотреть, что этот персонаж есть. Вот, например, скриншот, то, что в отряде воины фракции идет дух Кенши. Значит, дальше смотрим. Пассивка духа Кенши, а это, кстати, очень-очень интересная штука. Заряд тени, она называлась. Все атаки против клона тени Кенши дают огромное увеличение заряда силы, тем не менее, клон не может быть побежден. То есть, получается, если он тебя бьет, то он дает тебе увеличение заряда силы. Но ты его убить не можешь абсолютно ничем, ни при каких обстоятельствах, ни метки смерти, ни таланты, ни пассивки. Просто персонаж, которого невозможно убить. А, и без этого, кстати, у него еще, значит, имея вот какие у него, значит, данные на первом уровне. Тысяча урона, значит, 999 тысяч, 999 здоровья, 950 лечения и 975 стойкости. Вот. То есть, вот у него на первом уровне практически бесконечное здоровье, и плюс пассивка, которая не дает возможности убить этого персонажа. Вот так он выглядел в версии 3.0 Mortal Kombat Mobile. И, значит, он был во всех вот последующих версиях после 3.0, но разработчики в версии 3.4.1 просто-напросто, абсолютно полностью вырезали этого персонажа из игры. То есть, он был скрытый, но через всякие программки там различные, его можно было найти, можно было за него поиграть. Теперь просто его вырезали. Все, в файлах игры этого персонажа нету. А, кстати, еще одна интересная штука. Вот я говорил, да, что этот персонаж был раньше золотым, так как был Ронин Кенши золотой. Потом, когда Ронин Кенши стал алмазным, испытания на него не проводилось. И, кстати, дух Кенши тоже стал алмазным, как я показал на скриншотах. Но... Но... Примерно в версии тоже 3.0, кстати, мне человек вот кидал скриншоты, что у него остался аккаунт с духом Кенши, который не забанили. И этот персонаж, то есть, у него он в 1.21 его получил нечестным образом. Этот персонаж у него до сих пор находился на аккаунте именно в коллекции. И он находился золотым. То есть, потому что он был золотым получен в версии 1.21. И в 3.0 он у него в коллекции находился золотым. И он реально за этого персонажа играл, потому что этот персонаж у него был в коллекции. А как бы понять, что это реально правда, и он просто не заменил персонажа, и что этот перс у него в коллекции. Вот, например. Реально. Миллиард душ на аккаунте. Раньше так взламывали во время старых версий игры. То есть вот. Но потом этот аккаунт, кстати, не забанили. Его не забанили, просто он слетел. У некоторых людей такое бывает, когда ты заходишь в игру, а у тебя написано новый игрок, уровень 2. Вот у человека просто этот аккаунт слетел. Но прикол в том, что его не забанили, и у него реально вот дух Кенши был на аккаунте в коллекции. А на замочек на скрине можно не обращать внимания, так как это скрытый персонаж, поэтому замочек там отображается. Но все, прощай дух Кенши. Как говорится, помним, любим, скорбим. Этого персонажа больше нету, и как бы ты там не был каким-то крутым читером, но это я имею в виду людей каких-то, которые там с помощью всяких программ занимаются не очень честной фигнёй, то за дух Кенши больше не поиграть, всё. Разве что можно качать Mortal Kombat X Mobile старых версий и там чудить. А, и насчёт, кстати, остальных персонажей, которых разработчики удалили. Как я уже говорил, раньше было много персонажей золотых, которые потом после версии 2.0 Mortal Kombat Mobile стали алмазками. То есть раньше Джонни Кейдж ударной группы, Кейси Кейдж ударной группы, Ронин Кенши, Скорпион Холодная Война, значит, Саб-Зиро, Холодная Война, были золотыми персонажами Испытания. Соответственно, в Испытании всегда в конце тоже был босс, вот, например, босс Холодной Войны Скорпион, там, босс ударной группы Джонни Кейдж, ну или они раньше немного не так назывались. То вот в этом же обновлении 3.4.1 разработчики полностью вырезали вот этих вот боссов. И, кстати, вырезали испытания эти. Ну, то есть у нас, как бы, в версии 2.0 персонажи золотые вот эти стали алмазками, испытания на их не проводились. Но прикол в том, что всё равно эти испытания находились в игре. И дух Кенши тоже. То есть в игре, можно сказать, находились испытания на алмазных персонажей. Они находились всё время, и только вот в последнем обновлении 3.4.1 разработчики всё-таки решили их удалить и вырезать. То есть, получается, у разработчиков, наверное, всё это время были какие-то планы насчёт этого же самого духа Кенши, иначе почему не удаляли. Или у них были планы на проведение испытаний на алмазных персонажей. Ну, а теперь раз хренак и в обновлении 3.4.1 они это всё почистили полностью, абсолютно удалили. В файлах игры этих испытаний нету, этих боссов из испытаний нету, и духа Кенши уже тоже нету. Вот такая, значит, информация. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Обязательно поддержи лайком, напиши своё мнение в комментариях. Также не забывай нажимать колокольчик, если ты подписан на мой канал. Если не подписан, то подпишись. С тобой, как всегда, был DarkX. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok